А как может быть иначе? Вы сами всё слышали. Из-за Селима он растоптал гордость каждого из нас. Остуди свой гнев, сынок. Это касается Мустафы, ясно? О чём это вы? Он собирался вас поссорить. А Повелитель это понял и предупредил его. Это хорошо. В таком случае он совершает большую ошибку. Если бы мы все были так же невинны, как Мустафа. В голове не укладывается, как Селим мог так поступить. Не беспокойтесь так, госпожа. Шахзаде и Селим всё ещё во главе с Анджаком Аниса. Но ситуация нехорошая, Рустем. Селим и Бейзет разошлись окончательно. Бейзет сближается с Мустафой всё больше. Из-за этого не беспокойтесь. Я с ним поговорю. Он никого не слушает. Так не может продолжаться. Мустафа как можно скорее должен навлечь на себя гнев Повелителя. Иначе он и моего сына вовлечёт в свои грязные дела. Позвольте мне разобраться с этим. Лишь дождёмся, пока Шахзаде вернулся в Санджаке и всё уладим. Бейзет получил урок. Я говорила с ним. Я уверена, что отныне он будет намного осторожнее. Надеюсь. Может, он не прав, что приехал без позволения. Но я уверена, что злых намерений у него не было. По крайней мере, он не встречался с государственными деятелями за твоей спиной, чтобы навредить тебе. Он просто влюбился. Не будем больше об этом, Хюрем. Хуриджихан уедет к Бейхан, и они друг друга больше никогда не увидят. Мне бы хотелось того же. Однако нам не лишне будет понимать, что... Всё не так просто, Сулейман. Думаешь, Хуриджихан случайно поехала к Бейзету в Санджак? Аллаху ведомо, чем эта девочка вскружила ему голову. Что ты имеешь в виду? Хатиджи, Султан и Ибрагим Паша умерли не своей смертью. Возможно, девушку кто-то настроил против нас. Теперь же её могут использовать, чтобы отомстить нам. Как ты думаешь? Что ты такое говоришь, Хюрем? Хуриджихан, моя плоть и кровь, дочь моей покойной сестры. Войдите. Повелитель, пришёл Шихзадэ Селим Хазрет Лири. Впусти. Повелитель, матушка, я уезжаю, Повелитель. И я хотел бы просить вашего благословения. Моё доверие к тебе предполагает ещё большую ответственность. Надеюсь, ты это понимаешь. Поверьте, перед вами новый Селим, мой Повелитель. Я намерен стать достойным наследником Великого Падишаха, чего бы это ни стоило. Благодаря вам и вашей поддержке я чувствую в себе огромную силу, Повелитель, бороться против любых трудностей. Я благословляю тебя, сын мой. Аминь. Повелитель, моя наложница беременна. Очень прошу вас с мамой посетить нас в Манисе, когда родится ребёнок. Прочитав молитву над новорождённым, вы тем самым окажете мне огромную честь. И ваш раб Селим станет счастливейшим человеком. Конечно, мы приедем. Где ты был, Сембюль? Ты опять пропал. Столько дел навалилось, ни минуты покоя и отдыха. Я только что видел зала Махмуду Агу, госпожа моя. Он сказал, что Рустем Паша после полудня в зале совета будет. У него с каким-то человеком назначена личная встреча. С кем именно? Имя его мне пока неизвестно, госпожа моя. Говорят, этого человека во дворец прислал Шикзаде Мустафа. Это всё, что я смог разведать. И что же у Рустема за таинственный посетитель? Тебе удалось выяснить? Клянусь Аллахом, госпожа, я всех, кого мог, расспросил, но никто о нём ничего не знает. Войдите. Госпожа. Уже готово всё. Рустем Паша в зале совета. Если желаете, можно идти. Идем. Паша в зале. Если бежать, она покading для всех. Иди-я. Идем в зале. Иди-я. В зале. Иди-я. С shutting. Отлично. В зале. Иди-я. Фатьма Султан говорила о каких-то тайнах, которые якобы скрывает от меня Хюрем Султан. А ты их должен был доказать. Все верно, Паша Хазрыдбери. Я здесь именно для этого. Давайте поговорим в другом месте, Паша. Паша, здесь подслушивают наш разговор. Сюмбюль! Фахрилья, откройте линию? Фахрилья, откройте линию? КОНЕЦ 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 За всю мою жизнь я никому в этом мире так не доверял, как доверял тебе, Хюрем. Так будет и впредь. Нет! Теперь я один в этом мире. Я больше ни на кого и никогда положиться не смогу. Я совершила ошибку. Я хорошо понимаю, что этому поступку нет никакого оправдания. Но во дворце все время происходит столько предательств, что мне непонятно, во что верить и кому. Я ведь понимаю. Больше всего ты боишься неверности. Я тоже. Поэтому я и пыталась принять мир и прости меня. Я все это делала только лишь для твоего блага, Сулейман. Поверь. Как я могу тебе верить после всего этого? В этом дворце действительно произошло немало предательств. Сулейман. Но то, что позволила себе ты, хуже всего и не идет с ними ни в какое сравнение. Сулейман, я делала это только ради тебя и детей, я клянусь. Ты можешь идти. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОТНЫХ ВОСТРЕВА КОНЕЦ Кажется, что ты только чем-то расстроена. На самом деле ты уничтожена. Ты думала, тебе все сойдет с рук? Думаю, на этот раз Повелитель тебя не простит. Любовь Повелителя ко мне бесконечна, госпожа. Какие только бури мы не пережили. Возможно, сейчас над нами опять сгустились тучи. Но они разойдутся, поверьте. Снова настанет день. И снова взойдет солнце. Очень возможно. Однако, ты еще никогда не была так неосторожна. Никогда еще не осмеливалась на такое. И высокомерие не застило тебе глаза. Ибрагим Паша погиб также. Его тоже высокомерие погубило. Не нужно сравнивать меня с ним. Я никогда не буду такой. Не уверена. Оскорбив доверие Повелителя, ты перешла границы, которой не следовало переходить. На этом твой путь закончен. Конец. Фатьма Султан не сама нашла эту комнату. Ей кто-то помог. А кроме вас двоих, никто о ней не знал. Меня предал один из вас, это ясно. Кто из вас это сделал? Госпожа моя, мне лучше даже умереть на плахе, чем помыслить предать вас. Это немыслимо, это просто немыслимо. Мне бы и в страшном сне не приснилось, что я хоть в чем-то предал вас. Кроме вас этого не знал никто. Или вы решили предать меня, или своими длинными языками проболтались кому-то. Аллах, свидетель, я никому не рассказывала, госпожа моя. Сюмбюль. Да, госпожа моя. Другим слугам ты мог что-нибудь рассказать? Как вы могли подумать, госпожа моя? Я знаю, что на кону вся моя жизнь. Не в своей комнате, а в тайной. Хюрем Султан приказала оборудовать ее, чтобы слушать заседание совета. Об этом никто не знает. Аллах Всемогущий. Что такое? Так ты кому-то сказал? Одна женщина есть. Джефф Хер. Моя знакомая. Итак, ты хочешь сказать, что ты разболтал этой женщине о потайной комнате? Да. Да гореть тебе в аду! Как же ты посмел, как ты мог! Простите меня, я один виноват в этом. Возможно, это даже не она. Вероятно, за нами кто-то следил. Она очень хорошая, она бы такого не сделала. Где можно найти ее? Можешь ты хоть сказать, где? Что-то не должен. Что-то пытается. Это не надо. Куриное! Иди сюда! Теперь я ее машину! Я решила бы что-то не тебя скажу. Иди сюда! Там Хер. Оставь нас с Сумбелем наедине. Вели никого не впускать ко мне. Госпожа моя, я никогда вас не предавал. По крайней мере, я это сделал ненамеренно. И вот из-за тебя, из-за твоего болтливого языка, я теряю все, что принадлежит мне. Ты должен ответить за это. Да, я понял все. Ничего не поделаешь. Такая, видно, у меня судьба. Умереть должен не ты, Сумбелль. Я ждусь, Сумбелль. Что известно тебе? Надеюсь, ты что-то узнал? Насколько я смог понять. Здесь замешаны люди, занимающие высокие посты. Они хотят, чтобы... Шахзаде Мустафа взошел на трон и стал великим падишахом. Шахзаде Мустафа ничего не знает об этом заговоре. Она работала на них. И кто эти люди? Она не смогла назвать именно тех, кто стоит наверху. Назвала только имя. Явус. Пока мы здесь сидим, ни о чем не подозревая. Вокруг нас гиены собираются. Мы даже не знаем, с кем нам нужно бороться. Если мы не начнем немедленно действовать, будет поздно. Сулейман. Звезда моя. Ты сегодня снился мне. О тебе все мои мысли. Может, пора наконец забыть о всех разочарованиях и обидах. Субтитры создавал DimaTorzok Я вижу, что ты все еще сердишься на меня. Я прошу тебя лишь поговорить со мной. Сулейман. Возлюбленный мой. Повелитель моего сердца. Только ответь мне. Скажи хоть слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сулейман. Не хочешь на меня смотреть? Не хочешь услышать? Посмотри, услышь, Сулейман. Жалься. Сулейман! Сулейман! О, Аллах. О, Аллах, хвала Тебе. О, Аллах, хвала Тебе. Сейчас же принесите мне платье. Мне надо поскорее одеться. Не нужно воды. Быстро принесите мне платье! Доложи повелителю. Мне нужно обязательно увидеться с ним. Но это невозможно, госпожа. Прошу прощения. Что значит невозможно? Это значит невозможно. Так как повелителя в покоях нет. Он отправился в Аманису и покинул дворец очень рано. И уехал он туда не один. Но Зенин сопровождает повелителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова